Всем привет, я Донис, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Ну что, пройдём обучение? Я думаю, стоит. Давай, хуже не будет. Ух ты, как торкнуло. Начнём с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Напоминает один из Call of Duty. Какой-то лет пять, который назад выходил, помните? Там подобные тренировки были. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует всё через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошёл, пошёл, пошёл. После этой девицы поприятнее будет. Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жизни. Основы боя. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Стрелять я умею. М10АФ. Лексингтон. Стандартный пистолет. Золотой. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Наверное, высоковато чувствительность. Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Чтобы присесть и спрятаться, нажмите Ctrl. Окей. О, и всё. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Так, как доставать-то? О, похорошела. Если готов, иди в тренировочную зону. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь. Зараза. Ну. Ну. Умриюще. Очень хорошо. Встань на платформу и пойдём дальше. Так, базовое обучение пройдено. Ну, я дальше вырежу, но пройду. Так, ну я прошёл всё обучение. Прикольно. Тут, оказывается, катаны есть. О, причём управление такое интересное. Я думаю, это будет круто. Пока что игра меня супер радует, знаете. Ну, я вообще фанат игр. Мне нравится даже то, что другим ненавистно. А уж такое сокровище. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Вакака сказала, как лучше выполнять этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты думай. Работа легчайшая. Джеки хорош. Вот только я его узнал, и уже офигенный персонаж. Я готов. Машина как в 80-х годах. Лифт. Пошли. Похоже на польскую игру. Как она там по-английски называлась? Смотрящая с Рутгером Хауэром. Помните? Там тоже начинал в машине. Давай быстрее. Сын рискал. Такой же дизайн. Стилистика очень похожая. Опять же, польская компания. Ну что, наше первое задание. Последняя игра спасателей. Следовать за Джеки. Так, тут ничего интересного нету. Никакого хлама не валяется. Никаких бутылочек нужных. Наша машинка. Хэлла и Сиди. Первый экземпляр сошел с конвейера в 2023 году. Известен низким качеством. Прекрасно. Масса 3 тонны. Это, наверное, о фунтах каких-нибудь. 225 лошадиных сил. Прикольно, что показано. Ну, неплохо. Такая масса непонятно в чем. Такое будущее, как в 80-х вы видели. Так, а что это у нас? Курточка какая-то. Ну, предмет. А у меня торопит. Тут такие вещи интересные. Как можно пройти мимо? Курточки-то. Ммм, ты смотри-ка. Наручники. А, неловкое молчание в лифте? Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Тебак? Это чайный пакетик. Бак, ты все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Тоже прикольное. Так, оружие. Пистолет. Карты лишними не бывают. А, в этом режиме сразу все видно, да? Пора взломать не могу. Терминал лифта. Боже мой, сколько всего. Давай быстрее, иди. Номер 1237. Как все загажено. Я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жила. Ненавижу крать в спасателей. Не тормозите. Это ты. Здравствуйте. А так бы закричать могла, наверное. Может, и зря пистолет достал? Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Сейчас, тут больше ничего интересного нет. Блин, как будто терминатор. Мне нужна твоя куртка, одежда и мотоцикл. Напоминает, да? Крутяк. Блин, я кайфую от этого всего. Быстрый взлом и взаимодействие. Не высовывайся. Ценные предметы, что подсветить. Ну-ка. Ага. Тут много всего интересного. Смотрите-ка. Режим. Тут офигенные цвета. Боже, как же круто. Недоеденная пицца. Какие лампти здоровые. Зацените. Мы что, опоздали? Вик глянет она. Сейчас, погоди. Погоди. Не могу я спешить. Ты чё? Тут так круто. Так, компьютер. Сообщение. Свежее мясо. Твой любимый поставщик. Мы не забываем. Ты покойник. От Виктор. Блейзу. Пизда тебе. Ещё раз ко мне придут твои шестёрки. Треснувшей челюстью дело не ограничится. Я словами не бросаюсь. Приходите, суки. Вот так вот. О, чё-то хорошее там. Джектор. Виктор. Так, круто всё. Обзорвер игра называлась. Точно, вспомнил. Так, прочитать. Спасение на заказ. Как так вышло? Когда и почему наше общество стало считать человеческую жизнь предметом роскоши? Моя мать умерла в 45. Она прожила бы ещё несколько десятков лет, но заболела пневмонией. Если бы у неё был самый дешёвый полис Traumatim, её бы вылечили в течение часа. Но она была не настолько богата. Её не стало за 5 месяцев до назначенного приёма у районного врача. Общество уверено, что медицина должна быть платной. Ещё в 20-м году повсеместно считалось, что 500 евро-доллара – спредливая цена за страховку Traumatim. Здоровью нельзя было получить дар, его можно было лишь купить. Платная медицина не идеальна, но других вариантов нет, правильно? Неправильно, блин. Давайте посмотрим, как обстоят дела за океаном. В клиниках СССР тоже работают первоклассные специалисты. Есть высокоточные нанохирургические системы, специализированные антитела, внутривенные зонды. Можно продолжать до бесконечности. Служба экстренной медицинской помощи с современными Ави, оборудованными креоническими отсеками. Есть и такие. В чём же тогда разница? Там вас не бросят умирать на улице, в магазине или дома. Там не нужно выкупать свою жизнь у корпорации, потому что она им не принадлежит. Бесплатная медицина – это не утопия, это реальность. В компании Traumatim к владельцам полисов относятся не только как к пациентам, но и к потенциальным товарам. Там спасают людей только ради выгоды. Одна спасённая жизнь – один клиент, который будет платить за страховку. Если клиент умрёт, можно будет пополнить бюджет за счёт продажи его органов и имплантов. Но в этом случае речь идёт о значительно меньших суммах. Если вас спасли, это значит только то, что менеджерам корпорации, оказывающие первую медицинскую помощь, было невыгодно вас убивать. Постойте, эти специалисты наверняка верны клятве Гиппократа, возразите вы. Ха-ха, ну-ну. Да ладно, я сейчас в таком шоке накажусь. Они похвалили СССР, медицинскую систему. Вау. Не облили грязью ничего. Вау. Вот это шок для меня, честно. На протяжении последних всей моей жизни, что бы я ни читал про СССР, все всегда только грязью поливали. Тем более поляки. Да ладно. Спасибо им. Огромное. Просто вау. Я сейчас в гигантском шоке. Важные предметы и улики. Ух ты, у нее глаза выло прямо. Беском дешевые импланты. Понятно вам? Проверь дело. Не используйте дешевые VR-очки. Сейчас, погоди. Вот точно обзорвер, да? Не тормози. Только тут меня торопят, а там можно было спокойно походить. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Отсутствуют критически важные импланты. Без признаков жизни. Столько оборудования, просто офигеть. Не тормози, ману. Не спать. Тут еще пиндехос. Убери его по-другому. Так, надо присесть. Ага. Так, секундочку, а я же поменяющее, чтобы постоянно садиться на контрол. Вот. Так, можно спрятать тело и не убивать, да? Вы сами решаете, как справляться с рогами. Да, достаточно просто глушить. Ну, давайте оглушим. И в холодильник. Он все равно умрет там. Красава. Сам бы лучше не сделал. Хм. Побочные эффекты имплантов. Считается, что в наше время слово «невозможно» потеряло свое значение. Протезы пользуются невероятным спросом. Рипперы готовы заменить на хром почти любую часть человеческого тела. От большого пальца на гида участка нервной системы. Однако, за годы работы в травматим я понял, что у наших возможностей есть еще пределы. Даже сейчас, на закате 21 века, медицинские работники не в состоянии избавить пациентов от всех побочных эффектов, возникающих при вживлении в тело кибернетических имплантов. Все мы знаем о психическом расстройстве, известном как киберпсихоз. Но заболеваний, связанных с протезами, гораздо больше. Так, у небольшой доли населения до сих пор происходит отторжение. Хотя, в современной медицине удалось снизить количество таких случаев до минимума. После установки импланта у этих пациентов возникает ряд осложнений. И вот самый распространенный из них. Иммунный ответ. Процесс отторжения организмом инородного объекта. Ну, понятно. Психическое отклонение. Непредсказуемые изменения в головном мозге. Депрессия, апатия. Проявление вредных привычек. Склонность к азартным играм. Чрезмерная зависимость от имплантов. Понятно. Что следует делать пациентам и врачам? Ну, ладно. Не буду все прямо читать. Не торопись, Виль. Враги смотрят. Ммм. Так что это там было? Что это? Мертвый мужчина? Вау! Посмотрите на это. Как до этого дошло вообще? Офигеть. Кстати, я только сейчас обратил внимание. У нас полностью тело есть. Круто. Да, игра впечатляет. Меня шокировало то, что они похвалили медицинскую систему Советского Союза. Просто вау. Холодильник. Можно что-то с ним сделать. А что? Отличение врагов. Понятно. Макс дох. Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясняки ебучие. Мне нужно свой покупать. Такой хром стоит дохуя. Тихо. Выжди момент и убери их. Кабранос. Их тут как саранчи. Давай пить. Убери этого. Только тихо. Такой. Возьми того, который ближе. Возьмем их. Суэрте. Придушим. Пущай живут, ублюдки. Командная работа. Красивая. Взять все. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой, Ви. Так. Сколько у него всего интересного там. Майчика какая-то. Так. Персонаж. Снаряжение, наверное. Ага. Как выглядит. Так. Оружие может какое-то. О! Пистолетик какой-то славный. А, это место? Типа скорострельное. Видимо, автоматически. Сразу три слота доступно. Вы посмотрите на это. Револьвер. Высокий урон. Так, шляпу пока не одену. Все, уровень требуется. Майку можно новую одеть. Брони больше будет. Прекрасно. Возьмем револьвер. Вон еще кто-то стоит там. Пометим его. Можно взломать. Так, 55. 1С. Установлено. Так. Перезагрузка оптики. Но он ничего не видит, да? А там второй есть. Зараза. Ладно, постреляем хоть. Ха-ха-ха. Неплохо. Незалей никого, слышишь? Давайте, ублюдки, выходите ко мне. Холера. Я что-то там ядрё да взял вроде. Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Вот это я понимаю. На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти? Черт, где это делится? Ищите, должна быть где-то там. Блин, мне очень эта игра нравится, честно. Вообще, крутяк. Пока это бомба. У меня есть некоторый опыт в играх. Я уже сначала понимаю, понравится мне или нет. Я уже в восторге. Очень всё круто. Так, а что с колонками можно? А, отвлечь врагов. Понятно. Фонарика вроде нету. А, есть тайный проход. Вот, кстати. Это как вариант был. Лилу Бинц. Бобы Лилу. Регулятор боли и уровень смертности. Планты, широко известные как регуляторы боли, созданы для... Понятно, не планты, которые убирают боль. Интересно, то, что он пробил стену, это скрипт? Так, три сообщения. Я взорву тебе мозг. Привет, у меня для тебя очень плохие новости. Ты, наверное, думаешь, кто я такой. Я вудуист, ты о нас знаешь. Помнишь свой последний вход в сеть? Я тоже. Я взломал твой сопроцессор и поместил туда кое-что. Делай, что я скажу, или твой мозг взорвётся. По-моему, тысяча евро-долларов нормальная цена за жизнь. Плати, я удалю свою программу. Иначе взорву тебе голову. Но сначала взорву голову того, кого ты больше всего любишь. Расскажь копам, взорву тебе голову два раза. Я даю тебе два дня. Понятно, короче, блефует. Сэкономьте по-крупному. На имплантах был уникальный шанс сегодняшней акции. Пластиковая... Пластиковая синтетическая кожа. Розовая. Техноволосы. Ступни. И сплава хром. Синтетическая икроножная мышца. Желающих очень много. Торопитесь, получатели нашей рассылки. Первыми узнают о самых выгодных акциях. Нужна защита. Наймите крышу, короче. Понятно. Так, там ещё дверка была. А, это выход. Понятно. Заблокированы. Вау, вот это пушечка. ККП-31. Да, детка. А, с ней ходит медленно. А, и она не берётся. Понятно. Здоровяк какой, а. А это что? Прожектор. Короче, кучу всего можно взламывать, как Watch Dogs, реально. Так, а вот это важно. День, когда рухнула башня. В начале августа 23-го года произошло событие, изменившее ход истории. Несколько недель весь мир и средства массовой информации обсуждали только его. Даже четвёртая корпоративная война отошла на второй план. В тот день группа террористов взрывала ядерную бомбу и сравняла с землёй Арасака Тауэр. Террористы опубликовали предупреждение слишком поздно, поэтому не всех работников бизнес-центра удалось эвакуировать. Тысячи человек погибли от взрыва и лучевой болезни. Десятки тысяч получили ранения. Как произошёл крупнейший теракт 21-го века и кто за ним стоял? Чтобы найти ответ на эти вопросы, необходимо обратиться к историческому контексту. В начале 20-х годов антикорпоративные настроения в Найт-Сити достигли пика. Город сотрясали беспорядки, в центре которых находился клуб Атлантида. Именно там собрались те, кто хотел бороться с тиранией мегакорпораций, таких как Мелитех, Биотехника, в особенности Арасака, японский производитель оружия, обладавший городе наибольшим влиянием. Засегдаты Атлантиды считали, что корпорации подчинили себе мир, превратили людей в безвольных потребителей и лишили их свободы выбора. Эти люди, называвшие себя киберпанками, выступили против корпоративных порядков и так называемой системы. Поскольку мирный протест не мог ни на что повлиять, киберпанки выражали свое мнение более радикально и не боялись прибегать к насилию. Смотри, посыл интересной игры. Серьезно, недовольно. Евродоллары там где-то были. Вот. Очень много информации. Хороший лов. Рука от Зататеха. У нее... Ну, такая информация. Блять, господи боже. Че это за нафиг? Из детстве. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... У меня внутри все переворачивается. Сандра Дорсет. Это наша цель. Больше ничего нету? Мужика нафиг. Она может живая быть еще. Это наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают, почему. Пьешь такой холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет. НС 570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон. Поменять прошивку. Запустить нейровирус. Караху, дебаг. Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом. И крюки с топорами. Хм. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Слушайте, как он хорошо озвучен. Просто топчик. Актер божественен. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива. Ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте назад. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения. 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Что значит, прикрой меня, интересно? Джеки, ты это? Стой на стреме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Неси. Чего это было? О, блядь. Она уходит. Овея, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор. Лови, Сэ. Ну, вроде... Вроде помогло. ФРС, выноси ее отсюда. Тело такое натуралистичное. В плане вот движения, анимации вот этого всего. Крутые звуки. Я под впечатлением. Под огромным. Смотрите, даже анимация груди есть. Вроде не японская игра. Давай, выноси ее на балкон. Красота. Я быстрее не могу, кстати. А, не, могу. Извините. Ох, как же давно меня так сильно не впечатляли игры. Осторожно. Ленит посадка. За случим поднагоза всего безопасности, следуйте указаниям. Стали в хода. О, зараза. Извините. Вот это медики с автоматами, блядь. Панцетку на землю. Зачем угрожать мне, блюдки? Пять шагов назад. Быстро. Еще пнули. Что за нафиг? Холера. Получили пациентку МС570442. Я ее с пасом, я чуть не убили тут. Ну, там лупа была на ней. Я хотел посмотреть. Офигенно, боже мой. Интересно, а есть люди, кто критикует эту игру? По-моему, она великолепна, честно. Это еще в открытый мир не вышел. Ну, графика, если честно, так себе. Пока что. Вот, наверное. Но зато так все нарисовано. Круто. Только посмотрите на это все. на эти арты. Крутяк. Ладно, пойдем. Это, понимая, тут мы закончили. Клам собираем. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Манна, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? А-а-а. У меня свидание с Мисси. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Хе-хе-хе. Лут-то красным выделен, как будто ворую. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. Как он стреляет? Во! Я хочу ее пострелять, жаль, нельзя взять с собой. Вот это пушечка. Так, а где патроны указаны? Я чуть не вижу. Слушайте, по-моему, бесконечные патроны. Дума раскаляется. Все, перегрев. То есть патроны бесконечные, только перегрев может быть. Офигеть. Порадуем жильцов. Порадуем жильцов. О-хо-хо-хо-хо. А, чуть не забыл. Позвони сейчас Вакака. Дай ей знать, что работа сделана. Так, телефон. Вакака, инструктор, Джеки, Тебак. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Лотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Какая милая бабуся. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Ману. Я поведу. Так, ладно, я тут более-менее все осматривал. Так, а это что тут у нас такое? Ну? С этой штукой не могу брать? Холера. Ладно. Я надеюсь, может, дадут эту пушечку взять с собой. Ну, мне интересно поэкспериментировать. Добро вознаграждается. Гална, рыпчик пошел. Классный город. Согласен. Город как город, только большой Нет, мана, это не обычный город Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смашер Тут рождаются легенды Ну что это такое за картина? Заскочим куда-нибудь, ты как? Джеки, Уотсон блокируют, ты не забыл? Точно, блин Мне кажется, или... Так я и знал У нас на хвосте висит фургон Тин Гадалви Не нравится мне это, совсем не нравится Зараза Слушайте, на этом серия заканчивается Я настолько переполнен эмоциями С ума сойти, я уже влюбился в эту игру, честно Вот этот персонаж, он великолепен Сколько тут поиграл, час, два? Как можно настолько быстро влюбить себя? То есть озвучка топовая Просто волшебная Анимации Сами диалоги как прописаны Как выстроен сюжет, локации Как все нарисовано Арт Эти сообщения То есть невероятно Эту игру все ждали, так все надеялись Обычно ничего хорошего в таких случаях не выходит Но правда великолепно Правда супер Возможно она очень требовательная к компу Это у меня сейчас мощная видеокарта 3070 стоит Поэтому так все хорошо Но пока что это лучшая игра года Как минимум И я только вот чуть-чуть, знаете, кусочек пирожка Отпробовал И пока все ингредиенты великолепны Это не просто то, как я хотел бы Это свыше даже, лучше Спасибо всем, кто смотрел До следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok